всем привет сегодня разбираю двушку в жека современник который недавно мы вместе с павлом репиным разбирали по косточкам здесь можете посмотреть наш обзор ну а пока двушечка поехали итак двухкомнатная квартира номер 9 отжека современник пятой очереди обещают сдача третий квартал 22 года это уже совсем недолго дорогие товарищи вот смотрите новый год уже на носу и 1 и 22 год моргнуть не успеете а дом уже сдадут и так 64 и 35 метров квадратных вид отделки под ключ стоимость квартиры 6 миллионов семьсот двадцать тысяч и девятьсот тридцать девять рублей так что присмотритесь и я сейчас к ней присмотрюсь повнимательнее что я вижу я вижу сразу же вытянутые комнаты не знаю почему они такие получились но сразу же бросаются в глаза длинные вытянутые комнаты хорошо ли это для гостиной и кухни это хорошо когда кухня гостиная вытянутая комната там все логично располагается потому что нам нужно расположить три зоны кухонный гарнитур обеденный стол и диванную группу идеально нал накладываются на прямоугольное помещение а спальню и детскую прямоугольную вытянутую комнату ну как-то не очень все это дело вписывается поэтому не знаю такая конфигурация дома видимо здесь еще минус знаете в чем заключается в том что свет из окна не может пробить такую длину комнаты то есть дальняя часть комнаты всегда будет темная вот есть такая особенность поэтому подумайте тут ну ладно начну с прихожей прихожая какой-то г-образной формы с какими-то выступами по углам друзья и это все нужно конечно обыгрывать в дизайне обязательно потому что все эти выступы будут будут выдавать вот эту вот знаете какую-то уродливость архитектурной формы которая и так здесь не блещет так сказать идеальными пропорциями здесь еще и углы выступающие с которыми нужно что-то делать застройщик нам предлагает поставить шкаф вот в эту часть и вроде бы он сюда и встает и все хорошо хорошо да хорошо да не очень хорошо потому что мы получаем опять узкий коридор и вот такой г-образной формы возможно возможно я говорю возможно стоит подумать над тем чтобы перегородки в комнаты отодвинуть чуть-чуть подальше ну хотя бы чуть-чуть это нужно для того чтобы вот этот коридор превратить ну хоть в какое-то подобие холла а холода всегда наряднее чем какой-то там коридоров вот но это опять перепланировка но с прихожей разобрались пойдемте по спальням первое это спальня родителей здесь стоит шкаф двухметровые я всегда говорю что этого маловато посмотрите сейчас сколько у вас вещей хватит вам на двоих человек два метра шкафов или не хватит лично мне не хватает что делать но наверное к этому шкафу нужно приплюсовать второй шкаф поставить его напротив и мы получим такой некий закуток гардеробную для хранения вещей но а спальню собственно саму кровать мы сдвинем подальше и спальню мы получим чуть меньшего размера ну а что делать зато вещи все влезут детская комната здесь получается такая вытянутая как вагонетка но опять-таки же а что делать живем с тем что есть кстати интересно было бы посмотреть ширину этих комнат мне кажется что здесь ширина не более трех метров даже меньше скорее всего раз такая вытянутая и это конечно так себе решение на мой взгляд но зато можно зонировать комнату разбить ее там как-то пополам и допустим вот эту часть которая ближе к окну сделать для занятия сделать ее учебное чтобы хорошо стол освещался дальше там можно какой-то стеллаж с книгами поставить какую-то игровую зону игрушки хранить но а при входе сделать вот следующим образом то есть с этой стороны допустим шкаф доли стены и поставить а здесь поставить кровать почему так потому что там где мы спим нам свет не нужен чтобы одеться переодеться мы можем электрический свет включить но все такое движущное время мы проводим рядом с окном вот поэтому такое решение разбить на две части вот видите поэтому из минуса мы можем всегда сделать плюс дорогие друзья мы идем дальше дальше у нас кухня-гостиная она тоже здесь г-образной формы я смотрю здесь все г-образная кухня стоит вдоль стены здесь она наверное метра 4 выходит судя по 3d ну в принципе этого может вполне хватить для кухонного гарнитура чтобы все хранить там же готовить рядом стоит стол и кстати говоря хорошо что его поставили отдельно стоящим спасибо вам большое что к стене не прижали это здорово ну и дальше это диванная группа с какой-то странной расстановкой телевизор как то стоит частично на штору залазит частично к стене не прижимается не очень понятно почему именно такое решение но скорее всего потому чтобы наоборот то ведь вряд ли поставить да то есть вот можно конечно диван вот так но придется его от стены отодвинуть но я бы наверное именно на такой конфигурации подумала даже не не такой а вот какой дорогие друзья я бы наверное диван вот так поставил один диван а вот сюда бы поставил кресло вход остается на балкон открытым здесь у меня телевизор стоит здесь какой-то столик посередине и вот формируется какая-то нарядная группа именно в диванной зоне ну хоть какая-то знаете не банальная расстановка и не вот это вот дурацкая вот это расположение телевизора когда он пол окна закрывает или половина штора за ним висит ну в общем всегда это как-то не очень а это рекламная пауза товарищи в которой я расскажу вам о своей услуге называется она разбор планировок дело в том что вы можете прислать мне планировку своей квартиры а я сделаю эскиз вашей планировки с учетом всех своих знаний которые я применю и сделаю так чтобы ваша квартира стала удобной функциональной и в будущем красивой ведь планировка это 50 процентов всего дизайна как говорят все самые знаменитые дизайнеры в мире обращайтесь ссылочка в описании ну и последнее что у нас осталось это санузел и ванна они совмещены здесь всего лишь навсего 1 ванна нет второго санузла вообще если есть возможность выбирать из квартир вот два санузла или один всегда выбирайте 2 ну просто это же удобнее давить вдруг кто им с утра засядет подумать надолго а вам срочно надо на работу собираться и чё делать очередь ребята очередь поэтому вот это решение конечно но так себе но и вход через прихожую тоже как-то странный то есть через самую такую зону где вроде бы ботинки надо оставлять мы будем топать сначала в ванну помыться потом чистыми значит обратно в комнату ну как-то вот решение спорная на мой взгляд да чё там лукавить хреновое решение хреновое дорогие друзья ну все на этой позитивной ноте разбор окончен ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал но и не падайте духом дорогие друзья ведь у вас есть мы студия градис с новым годом друзья до новых встреч пока до новых встреч пока